Добрый вечер. Это программа «Суть событий». У микрофона в московской студии Ольга Бычкова, а самое главное, что в вашингтонской студии у микрофона Сергей Пархоменко. Добрый вечер тебе. Да, добрый вечер. Отлично тебя слышу, Артем, меня так. Да, отлично тебя слышу и отлично тебя вижу, и все остальные нас тоже могут услышать и увидеть, потому что есть у нас трансляция в сети Визы, это во-первых. И трансляция у нас есть в Ютьюбе, на основном канале «Эхо Москвы». Вот там вот вы прямо сейчас можете зайти и посмотреть, а если вы зарегистрируетесь, зарегистрированы в Ютьюбе, то вы можете также принять участие, там есть такой сбоку небольшой чатик, тоже там можно что-нибудь написать. Написать можно и на наш СМС номер, плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять, и в Твиттере на аккаунт под названием «Вызван». Ну, скажи, пожалуйста, ты же будешь нам сегодня все объяснять про санкции, про вот эти вот всякие кремлевские списки, про то, как Трамп в очередной раз отжег, потому что ты же в Америке сидишь, все про это знаешь. Да, 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 да. Конечно, никуда я от этого не денусь, и вообще на протяжении последней недели, ну вот тут как-то политический сезон вновь начался после Нового года. Конечно, здесь произошло много разных мелких и крупных событий, некоторые из которых очень громкие, некоторые из которых очень скандальные, некоторые из которых касаются России, по-прежнему российский сюжет остается в центре всех американских дел, так что, конечно, буду про это говорить. Но есть тема, с которой я хотел бы начать, но я думаю, что наши слушатели и зрители уже привыкли, что я мимо этих тем стараюсь не проходить. К сожалению, о них говорят гораздо меньше, чем они того заслуживают. Речь касается систематического уничтожения в России правозащитной деятельности и вообще всякой гражданской активности, постоянных наездов и атак на все, что связано с гражданскими активистскими организациями. И в последнее время одной из очень серьезных целей вот этого постоянного давления со стороны государства и разного рода силовых органов оказался Мемориал, организация, которая мне как-то очень близка и которая, по-моему, нам всем близка. Это один из крупнейших правозащитных и гражданских таких центров в России. Вот на этой неделе разгорелась история с директором представительства Мемориала в Чечне. Вы можете себе представить, потому что само это слово сочетание. Представительство Мемориала в Чечне. Что это такое, что это за жизнь, что это за работа, что это за отвага и упорство, которое требуется от человека для того, чтобы вести там эту работу. И руководил я ее человек до сегодняшнего дня, до последних нескольких дней по имени Аюб Титиев. И он был задержан сначала. А вот, собственно, вчера, 11 января, решением тамошнего суда, был арестован на два месяца. По очень тяжелому обвинению, это часть 2 статьи 228. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка без цели испыта наркотических средств в крупном размере. Ему подбросили большой пакет марихуаны. Там примерно 180 грамм. Есть свидетели того, как это происходило. Он ехал на встречу там с одним своим знакомым. Долго не приезжал. Знакомый этот начал беспокоиться. Поехал ему на встречу. И, собственно, увидел эту сцену. Увидел обыск в машине. Но Титиев, судя по всему, ему как-то осторожно сделал такой знак, что, детство, проезжай, проезжай. Не останавливайся здесь. Потому что, действительно, это было слишком опасно. Тот уехал. И вот, Титиева теперь нашли в полиции. Последняя новость из этой истории заключается в том, что... Ну, вот как вы слышали, по-моему, в новостях пару часов тому назад это появилось. Что Следственный комитет России абсолютно позорно отказался каким-то образом вмешаться в это дело. Несмотря на то, что его даже просил об этом Совет по правам человека. И последовало официальное заявление, письмо, которое было подписано, по-моему, заместителем главы Следственного комитета Российской Федерации о том, что они не намерены, так сказать, надзирать за чеченским МВД. Но речь абсолютно не идет о том, чтобы надзирать за МВД. Речь идет за тем, чтобы надзирать за Титиев, который, наконец, после того, как к нему допустили адвокатов, что случилось совсем не сразу. Там первые несколько часов никаких адвокатов у него не было. Но, наконец, когда ему адвокатов допустили, он сделал официальное заявление о том, что вот ему подбросили наркотики, что в отношении него совершено по существу преступление, что это провокация, подлог. И вот именно это должно быть предметом исследования Следственного комитета. Не надо ни за кем надзирать. Нужно расследовать заявление о преступлении. И преступление чрезвычайно серьезное. Но, как мы с вами знаем, взаимоотношения между федеральными силовыми органами и чеченскими – это вещь очень специфическая. И, грубо говоря, федеральные чиновники и люди в погонах федеральных просто боятся туда соваться. И всеми силами стараются эти необходимости как-то сэкономить. Хоть мы и помним абсолютно позорную историю, как они, грубо говоря, не нашли ключевого обвиняемого, или, во всяком случае, подозреваемого, или, по меньшей мере, свидетеля. Ключевого свидетеля, назовем это так, по делу об убийстве Бориса Бомцова. Просто не застали его дома, и поэтому, извините, ничего из этого не получилось. Вот. Здесь есть несколько очень важных обстоятельств, связанных с делом этого самого Тетилова. Во-первых, речь идет не о том, что просто к нему вообще имеет кто-то претензий. Что вот за факт его существования, за факт существования отделения мемориала в Чечне, против него была совершена такая провокация. Речь идет о совершенно конкретном деле. Я хотел бы вам напомнить, что в «Новой газете» год тому назад, в конце января 2017 года, был опубликован очень сильный и очень важный материал. Сделала это Елена Милашина. Нет, прошу прощения, сам материал был опубликован летом, в середине июня. Но речь там шла о событиях января 2017 года. О том, что в ночь на 26 и 6 января в Грозном было расстреляно несколько десятков людей без следа, без суда. Была проделана вот такая, так сказать, карательная акция. 27 имен тогда опубликовала «Новая газета» в этой публикации 11 июля 2017 года. Поищите ее. Публикация называлась «Это была казнь». И тогда же последовала немедленная реакция и от властей Чечни, и такая, я бы сказал, с одной стороны комичная, с другой стороны очень трагическая и по существу совершенно отвратительная. Отвратительное специальное заявление Союза журналистов Чечни, который обратился к «Новой газете» с провержением по этому поводу. Но с тех пор расследование там, независимое расследование, в котором поднимает участие «Мемориал», продолжается. И оно постепенно подтверждает эти данные. И уже тогда, по горячим следам, «Мемориал» подтвердил данные «Новой газеты» и его массовых казней. И я думаю, что теперешняя вот эта атака на Чеченский «Мемориал» и на этого конкретного человека, на Аюбу-Титиеву, связана именно с этим. Именно с тем, что он до сих пор вместе со своими коллегами, вместе с коллегами из Москвы, из правозащитного центра «Мемориал», во главе с Орловым и Черкасовым, они продолжали это расследовать. И у них есть материал о том, что этот расстрел, бессудный расстрел, действительно состоялся. Вот в этом весь смысл. Кроме того, я хотел бы напомнить, что есть совершенно потрясающая история, о которой тоже много раз говорили в реале. Она связана с тем, что замминистра внутренних дел Чечни, такой Апти Алаудинов, давно, уже еще в 2013 году, умудрился силе перед телекамерой, публично, при большом стечении народу, выступить с заявлением о том, что да, они будут подбрасывать наркотики. В борьбе, так сказать, с врагами. И он непосредственно ссылался на того, кого он называл правителем. Ну, вот так с чеченского переводится это слово. Интересно было бы знать, кого в точке, с чем он имел в виду, какого правителя. Правителя Чечни или правителя России. Ну, вот, так сказать, правитель велел использовать любые методы, в том числе, если надо подбрасывать, как он выразился там сам, подбрасывать наркоту, будем подбрасывать. Он так сказал наркоту. Очень легко найти это видео в сети, фамилия его Алаудинов, Апти Алаудинов. Погуглите, поищите в Ютьюбе, оно есть, находится буквально в два клика. Посмотрите своими глазами. И вот теперь 180 грамм марихуаны найдено в машине Титиевой. На основании этого ему грозит большой срок. И мало шансов, что он этот срок переживет. Так что вот сюжет, о котором я хотел бы обязательно сказать, потому что о нем говорят мало. Это абсолютно выпиющая история. Но я уж не говорю о том, что в Чечне происходит в сети сейчас в связи с этим делом обычные, уже привычные нам карательные акции. Ну, например, два дня тому назад появилось сообщение о том, что семья этого Титиева была просто выгнана на улицу из дома. Что явились какие-то люди с автоматами. Выгнали их на улицу, закрыли двери и ушли. И эти люди и дети остались просто бездомными. Ну, вот есть такая еще, так сказать, форма устрашения, которая связана еще и с тем, чтобы никто не смел им помогать. Чтобы никто из соседей, никто из односельчан к ним пальцем не прикоснулся, не приблизился. Куска хлеба, что называется, им не дал. Они превращаются в абсолютных изгоев. И на это тут тоже Следственный комитет России не находит никакого предмета для своего интереса. И прокуратура России тоже не находит. Никто не находит. Так что, по-моему, за этим делом нужно следить. Это одна из тех историй, в которых единственная возможность просто спасти людям жизнь, включая членов семьи этого человека, просто спасти людям жизнь, это говорить об этом, следить об этом, не давать про это забыть и не давать этому как-то исчезнуть. Чтобы это, что называется, рязко не затянулось уже через несколько дней. Также, как важно, чтобы не затянулось рязко. И второе дело, о котором я тоже в связи с этим вспоминаю, тоже мемориал, тоже сотрудник мемориала. И очень важный, заметный. Я говорю о Юрии Дмитриеве, правозащитнике из Петрозаводска, который год тому назад был арестован по абсолютно абсурдному обвинению в изготовлении детской порнографии. Теперь вот есть заключение экспертизы о том, что никакой детской порнографии там не было. Но поскольку извиниться невозможно и просто так выпустить его невозможно, его спешно приволокли в Москву и закрыли в Институте Сербского, где проходит сейчас экспертиза его вменяемости. Тоже про это не стоит забывать. Что это дело совершенно не кончено. Дмитриев ни на какой не на свободе. Обвинение с него совершенно не снято до сих пор. Хотя есть это заключение экспертизы. И это тоже одна из тех историй, которые держатся на общественном внимании. Если бы туда не ездили на эти суды в Петрозаводск, если бы об этом не продолжали говорить, давно бы этого человека уже не существовало. Потому что можете себе представить, что это такое оказаться вот по этому обвинению. просто так, без, так сказать, какой бы то ни было помощи извне, без какого бы то ни было внимания, оказаться в тюрьме вот с таким обвинением в растении малолетних и так далее. Так что вот о правозащитных делах говорить нужно. И я считаю, что для нас сегодня, всех в России, это важнейший сюжет. Потому что в конечном итоге это наши собственные правы. Иначе мы оказываемся один на один со всем этим идиотизмом. Яркий пример которого вы видите, например, тоже эта новость этой недели. История с дальнейшим продвижением законопроекта о физических людях, иностранных агентах. Что абсолютное, конечно, безумие. Потому что это уникальный случай, когда человеку, физическому лицу, гражданину, предлагается законодательно прицепить, навесить на него некоторые свойства и некоторые требования, свойственные компании, юридическому лицу. Потому что если признать человека, я говорил об этом в предыдущей своей программе, если признать человека СМИ иностранным агентом, а СМИ иностранный агент приравнено к НКО иностранному агенту, который заветом организация, то появляются вот все дела, связанные, например, с отчетностью, обязательством иметь сайт, ввешивать на нем финансовые отчеты и так далее. Это полная совершенно катастрофа, которая на самом деле является просто поводом в любой момент этого человека привлечь к ответственности. Сначала административной, а потом и уголовной. Задолбить его штрафами, задолбить его задержаниями, допросами, а потом, возможно, и уголовными делами. Затачить его в стране и не давать ему выехать, поскольку он становится должником и так далее. Вот пару часов тому назад здесь в эфире «Эхо Москвы» Смислав Белковский говорил о том, что он не видит ничего ужасного в том, чтобы ему как блогеру получить вот это наименование иностранного агента. Я тоже не вижу ничего ужасного. Я тоже, в общем, ну, это будет, конечно, очень комично выглядеть, но я не вижу для себя никакой содержательной катастрофы. Более того, вообще никакого ущерба, если мне придется у каждого своего поста в Фейсбуке. У меня в Фейсбуке номинально больше 150 тысяч читателей. Ну, мы с вами понимаем, что фактически, конечно, это существенно меньше, но хорошо, это все равно десятки и десятки тысяч. Я думаю, что все эти люди относятся с большим пониманием и с юмором. Если у каждого моего поста будет написано, что это изготовлено иностранным агентом, у каждой ссылки на того же Белковского будет написано, что это я ссылаюсь на другого иностранного агента, а мы оба вместе ссылаемся, я не знаю, на «Голос Америки», это третий иностранный агент. И будет три сообщения об иностранных агентах в столбик пирамидкой написано. Это, конечно, очень смешно, но не смешно. Подожди, подожди, еще ведь этим законопроектом не определено, как нужно маркировать этих иностранных агентов. Знаешь, фантазия – это буйная. Должен ли я носить бэдж, например? У меня будет такая карточка, вот здесь как-то прицеплена у меня на рубашке, будет здесь написано. Иностранный агент. Должен я писать на своих визитных карточках. Может быть, нужна какая-нибудь, знаешь, бегущая строка на лбу, например? Да, на шапки, на кепки. Я вот, например, очень люблю кепки. Вот, возможно, меня заставят кепкам что-нибудь такое прицепить. Флажок какой-нибудь. Вот, на заднее стекло автомобиля, в паспорте, может быть, поставить какой-то штамп. Мало ли что. Это все очень смешно. Не смешно другое. Что я оказываю законодательно поставлен в реально невозможные, нереализуемые условия. Когда у меня появляются обязательства перед государством, которые не могут быть выполнены физическим лицом. И в результате я, как физическое лицо, оказываюсь под ударом. Я оказываюсь заведомым преступником. И привлечь меня к ответственности, захлопнуть мою мышеловку, можно абсолютно когда угодно. До сих пор это касалось только людей, которые, скажем, берут какие-нибудь государственные дотации, грамты и так далее. Ну, дело Серебренникова, например, у нас перед глазами. Мы прекрасно знаем, что это ловушка, это мышеловка. Человек, который один раз на это согласился, немедленно оказывается виноват, немедленно оказывается наручительным законом, может с ним делать все, что угодно. Вот почему, например, последний адрес, с которым я работаю на протяжении многих лет, никогда не брал никаких государственных ни грантов, ни, я не знаю, там, займов, дотаций или чего-нибудь еще. Не только потому, что это идеологически в данном случае было бы неверно, а потому, что это ловушка. Потому что ровно в эту секунду мы окажемся чем-нибудь виноватым. Так вот, раньше человек хотя бы мог выбирать, хочет он лезть в эту мышеловку или не хочет. Хочет он иметь эти отношения к государству или не хочет. Здесь этот статус тебе может быть навязан. Статус пойманного, заранее пойманного, просто может быть назначен. И как от него избавиться, тоже непонятно. Многие из нас, я не знаю, журналисты, всякий хороший журналист, я подчеркиваю, всякий хороший журналист, действительно стоящий, рано или поздно получает предложение опубликоваться в каком-нибудь зарубежном издании, или приехать прочесть какие-нибудь лекции, или, я не знаю, поучаствовать в каком-нибудь семинаре, или еще что-нибудь такое, потому что журналист – это заметное общественное лицо. И рано или поздно слава и достоинство этого журналиста выходят за пределы страны. Или он удостаивается какой-нибудь премии, какого-нибудь, не знаю, приза, или еще чего-нибудь такого. Значит, в эту секунду он становится иностранным агентом. Просто по факту... Ну, якобы сейчас все-таки они еще говорят о том, что речь идет о деньгах, которые могут получаться от иностранных государственных каких-то структур. От государств, не от частных компаний. Ну, мы прекрасно с вами знаем. Но никто не расслабляется, конечно. На примере, да, на примере иностранных агентств, общественных организаций мы знаем, что никто не разбирается в этих деталях, и иностранными агентами есть организации, которые... Бывают организации, которые никогда не получали никаких зарубежных денег. И более того, иностранными агентами бывают, я знаю, по меньшей мере, две-три таких, это отделение мемориала, опять-таки, которые вообще не имеют бюджета. У них нет никаких денег в принципе. Это сугубо волонтерская организация, живущая без финансов. Но они тоже иностранные. Так как-то получается. А, например, мы помним с вами, что фонд «Династия» сделался иностранным агентом, потому что он использовал личные деньги своего основателя. Находившиеся на зарубежных счетах. Находившиеся на зарубежном счету, потому что ему это было так выгоднее держать свои деньги на том счету, а не на этом. Ну, потому что это его деньги, и он делал с ними, что хотел. Потому что это его собственные деньги. Он делал, тем не менее, он оказался иностранным агентом. Поэтому эти заверения, конечно, не стоят невероятно. Не, но слушай, что говорить про династию Зимина? Это уже было давно, и даже в другой реальности, и даже тогда мы страшно удивлялись. А сейчас свежая история про этих несчастных диабетиков, на которых какой-то негодяй написал донос. И хотя уже все сразу сказали, нет, это полная ерунда, а машину уже остановить не так-то просто. Каток уже поехал. Да, и я должен сказать, что у этого всего, на самом деле, как всегда, помимо суглополитической подотвлеки, есть и экономической. Потому что, скажем, в истории с диабетиками, я вот в свое время пропустил эту историю, просто у меня времени не хватило, но я немножко знаю про это, потому что я, к сожалению, по своему собственному здоровью тоже там, в какой-то мере связан с этими делами. Есть, там есть бесконечная история о том, кто будет импортировать в страну, откуда вообще в стране будут браться разные лекарства и расходные материалы. Диабетом болеют миллионы людей. Это очень распространенное заболевание. Каждый диабетик, например, несколько раз в день делает сам себе анализ крови с помощью маленькой тест-полоски. Я когда-то, года два-три назад говорил про это. Происходит дикая битва вокруг того, откуда они будут браться. Кто их будет импортировать, вообще бывают ли они импортированные, импортные или они будут российские. Ага, если вы их берете откуда-то, значит вы иностранный агент и так далее. Это только большие деньги. То же самое касается всяких расходных материалов, лекарств, инсулина и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Диабет – золотое дно, что называется. Поэтому, и золотое дно для фармакологии и всякой коммерции вокруг этого. Поэтому тут, знаете, все тоже совсем непросто. Вообще мы довольно часто связываемся с такими историями. Ну вот я дальше буду говорить по другому совсем поводу о российском лоббизме здесь в Вашингтоне. Но вот вам история про другой лоббизм, который тоже на первый взгляд кажется политическим, а на самом деле является совершенно физическим и таким финансовым. Вы наверняка слышали про историю, про скандал вокруг учебника школьного. Вот этот самый учебник, по-моему, для десятых, что ли, классов. И вдруг откуда ни возник, возник огромный скандал в сайте Федерации. Это вот, да, учебник Волобуева, Карпачева и Романова. Скандал в сайте Федерации, там требуют разобраться, Валентина Матвиенко произносит гневные речи и так далее. А знаете ли вы, например, и помните ли вы, что реально первый раз претензии к этому учебнику были высказаны 4 месяца тому назад. И остались совершенно без всяких последствий. Вот этот же самый сенатор от Крыма Сергей Цеков заговорил про то, что вот есть такой нехороший учебник, где неправильно сказано про Крым. А что случилось-то сейчас? Что они вдруг вылезли? А то случилось, что крупная компания, которая принадлежит семье Роттенбергов, вы будете смеяться, опять речь идет о них, это издательство просвещения, один из крупнейших производителей учебников, а вообще в книжном деле учебники это как нефть, это такое могучее, полезное ископаемое, потому что это миллионные тиражи с гарантированным сбытом. Вообще книжный бизнес, он такой, что называется, очень низкодоходный, там очень трудно что-нибудь заработать, серьезно. А учебники, это совсем другое дело. Поэтому давно уже Роттенберге купили крупнейшие издательства книжных учебников просвещения и ведут свою битву не на жизнь, а на смерть за то, чтобы все остальные учебники были признаны неправильными. Те, которые не производятся в издательстве просвещения. Чтобы в них отобрали лицензии, сертификаты, чтобы в них нашли какие-нибудь ошибки и так далее, изъяли их из продажи как ворованные и так далее. И вот они пару недель тому назад заявили о том, что они требуют несколько миллиардов рублей, а может даже десятков миллиардов рублей, но все равно какая-то астрономическая сумма, со своего главного конкурента, с издательства Дарафа, которое принадлежит другой группе, группе АСТ и СМО. И они потом выдвинули какие-то обвинения в контрафакте и так далее, и так далее. И чей вот этот учебник, на который сейчас с таким бешенством накинулись в сайте Федерации? Сюрприз, сюрприз, он издательства Дарафа. Так что это тоже лоббизм. Это тоже, вам кажется, что речь идет, или во всяком случае некоторым из вас кажется, что речь идет, так сказать, о чистоте идеи, а речь идет в данном случае о чистом бабле. И больше не о чем. И вот даже в этой истории, наша история, как же так, мы детям преподаем, еще не было бы с этой истории, если этот учебник был издан в другом издательстве. А раз он издан в неправильном издательстве, значит, надо его раздать. Вот. Так что это, к сожалению, очень частая история, постоянная история. И единственное сегодня, кто этому противостоит, чего я вдруг завел об этом разговор сейчас, единственное, кто этому противостоит, к сожалению, это оставки гражданских движений и общественных организаций в России. Те, которые и признаны Российской Федерацией, врагом Российской Федерации, как государством. Вот они и пресса. И несмотря, и абсолютно не случайно, мы видим этих самых иностранных агентов только двух сортов. Знаете, не бывает иностранного агента, не знаю, шиномонтажа. И не бывает иностранного агента поликлиники. И не бывает иностранного агента ЖЭКа. Или там ДЭЗа. А бывает иностранный агент издания, пресса. И бывает иностранный агент общественной организации. Вот враги этого государства. А также теперь конкретные люди, вот последняя оставалась дырочка, не закрытая российским вот этим так называемым законом, закреплены ее, а также люди, которые своим собственным трудом, своими собственными усилиями, своей собственной храбростью, своей собственной волей и жизнью пытаются помогать тому и другому, прессе и общественной организации. Хорошо, давай. Участвовать в их работе, зарабатывать для них деньги и так далее. Давай мы сейчас уже будем плавно переходить в сторону новостей и небольшой рекламы. Я только скажу нашему слушателю Стасу Путильцеву из Курска, что да, конечно, тему появления площади Бориса Немцова в Вашингтоне у российского посольства и все вокруг этого. Обязательно мы об этом тоже у Сергея Парховенко. Да, да, конечно, там не очень есть что комментировать, но несколько слов я, конечно, скажу обязательно. Спросим, да, спросим, ответишь. Все это будет через несколько минут. Это программа «Суть событий» с Сергеем Парховенко. 21.30 столетия на еще новости. У микрофона Елена Лиховская. Здравствуйте. 81% избирателей готов проголосовать за Владимира Путин. В нашей студии генеральный директор АО «Военторг» Минобороны России Владимир Павлов, ведущий Анатолий Ермолин. Военный совет в субботу после полудня. События столетней давности и их отражение в нашем времени. Станислав Белковский читает газету «Известия» 1918 года, потому что в ней чуть больше, чем правда. Проект «Эхо Москвы» и Белковский ТВ «Русская провокация» в эфире «Эхо Москвы» и в видеоверсии на YouTube-канале «Эхо» по субботам после 14 часов. Несет сорока на хвосте слова, что воробьем летает. Поговорим о доброте, которой часто не хватает. Итак, в 5 вечера в субботу. Уж никому не удивительно. Вам отдыхать? Нам на работу. Вам интересно? Нам чувствительно. В субботу после 17 часов. Слушайте программу «Чувствительно». Эфир ведут Ирина Воробьева и Светлана Сорокина. В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. «Грани недели» с Владимиром Карамурзовым. По субботам после 21 часа. В эту пятницу после 22 часов в программе «Сканер». Персона недели Тереза Мэй. Компания недели РЖД. Ведущие Ольга Бычкова и исполнительный директор информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер». В пятницу после 10 вечера. «Эхо Москвы». 21.35 в Москве. Мы продолжаем программу «Суть событий». У микрофона Ольга Бычкова. В Вашингтонской студии «Эхо Москвы» можно уже так сказать. Сергей Пархоменко, который обещает нам все объяснить. Вот раз ты в Вашингтоне, то, конечно, объясни нам, во-первых, что там такое нанес ваш президент Трамп. Прекрасно. Не наш, не наш, не наш. Нет, это не мой. Это не иностранный агент. Нет. Знаете, да. Во-первых, я не иностранный агент. А во-вторых, знаете, меня здесь поразило, когда я приехал уже больше месяца тому назад сюда, в Вашингтон, здесь вообще есть традиция у входа в частные дома, ну, довольно много, и в Вашингтоне тоже довольно много улиц, где такие маленькие домики, и вообще это немножко напоминает дачную местность, ставить такие, втыкать в землю просто такие плакатики на проволочных ножках, и эти плакатики часто носят какой-то политический характер. Либо люди там высказываются по поводу солидарности с всякими меньшинствами национальными или расовно-этическими, или какими-то еще, или высказываются в поддержку или против каких-то кандидатов на выборах и так далее. И вот очень много плакатиков, на которых написано «не мой президент». И все-все понятно. Это не мой президент. Не мой в смысле? Это два слова, а не одно. Да, в смысле, да, да, это президент, который мне не принадлежит и которому я не принадлежу. Мне, кстати, показалось, что, если говорить, скажем, обо всех этих историях, там, с бойкотом выборов и так далее, из России я имею в виду, и если говорить о нашем отношении к вот этой вот, что называется, неизбежной победе Владимира Путина, мы все прекрасно понимаем, что вся государственная машина настроена так, что она эту победу ему обеспечит, это переназначение, скажем так, ему обеспечит. Мне кажется, что это тоже могло бы быть достаточно важным и точным лозунгом для большого количества граждан России. Это не мой президент. Во всяком случае, свою собственную позицию я готов обозначить именно таким образом. И сам про себя я могу сказать это абсолютно твердо, что касается сегодняшнего Владимира Путина, что касается вчерашнего Владимира Путина в одном из его предыдущих президентских, в любом из его предыдущих президентских строках, и что касается завтрашнего президента. Не говоря уже про завтрашнего президента. Да, на его будущем, неизбежном, к сожалению, президентском сроке. Но об этом тоже может быть чуть позже. Так вот, что касается новостей, конечно, огромной новостью стало появление книжки, которую здесь даже не упоминая ни автора, ни ее реального названия, она называется «Гнев и пламя», наоборот, «Пламя и гнев». Ее называют «Олт Элбук». Как-то ее по-русски называют уже, по-моему, «Огонь и ярость» или что-то в этом роде. Ну да, или «Огонь и ярость», да, что-то такое. «Олт Элбук», то есть книга, в которой все сказано. И одновременно, в какой-то мере, книга, о которой все говорят. Действительно вышла книжка, которая пользуется совершенно ураганной популярностью здесь. И уже больше миллиона отпечатаны ее тиража, хотя еще долго придется продавать этот миллион, но напечатать уже напечатали. И на книжных магазинах висят все время бумажки, прямо на книжном магазине, на дверях вывешивают бумажки. «Не заходите, мы все продали». И как бы понятно, что именно они продали. Люди ночами стоят. Это книжка, которая подробно описывает, ну, так сказать, моральное и психологическое состояние в Белом доме сразу после выборов, в период между избранием Трампа и его вступлением в должность, и в первые месяцы после вступления в должность. В общем, то, что было видно и на поверхности, и та паника, которая там происходила, то описано и внутри, то происходило и внутри. Очень интересный, на мой взгляд, сюжет с реакцией семьи Трампа, и его жены, и его дочери, и его сына старшего, и мужа этой дочери Джареда Кушнера. Мне вообще кажется, что им еще предстоит сыграть вообще в этой истории большую роль. И боюсь, что эта роль будет для Трампа не самой, так сказать, позитивной. Потому что они тоже находятся под очень большим давлением. Идет все это следствие, связанное там с так называемым взаимодействием с русскими, там с русским контактом и так далее. Вот. Ну, про это еще много будем говорить. Трамп яростно сопротивляется, объявляет, что это все написали люди, которые были изолированы от Белого дома, и тут ни при чем. Но утечек всегда было очень много. И в соответствии с этими утечками есть множество доказательств того, что то, что описано в этой книжке, правда. Одна из таких утечек произошла просто вчера. Произошло очень важное, на самом деле интересное такое событие в Белом доме. И об этом как-то мало говоря, что это в точности было. Дело в том, что еще в 2012 году Обама учредил очень важную программу защиты детей-иммигрантов. Или наоборот, иммигрантов-детей. Тех, кто въехал в Соединенные Штаты даже и нелегальным образом, даже и без документов в возрасте до 16 лет. Создана специальная такая программа, которая дает этим людям льготный период, даже если они уже выросли, если им уже до 30 лет она действует. Если ты можешь доказать, что ты въехал ребенком в Соединенные Штаты и что ты учился в школе, то ты можешь, даже если нет никаких документов, ты совершенно нелегальный иммигрант до сих пор, ты можешь претендовать на льготный период, когда тебе дадут возможность легализовать свое положение. Наняться на работу, дадут тебе нормальные документы. Примерно 800 тысяч человек воспользовались этой программой на настоящий момент. И это, конечно, самые тяжелые случаи. Это выходцы из Африки, из бедных стран Карибского бассейна, из Южной Америки, из Юго-Восточной Азии. И вот Трамп почти сразу после своего вступления в должность заморозил эту программу, основил ее. И вот теперь впервые произошло серьезное совещание с участием разных парламентариев о том, что с этой программой делать, как ее реформировать, потому что есть все-таки огромное количество людей, в том числе и в республиканской партии, которые эту программу поддерживают и которые считают, что в ней есть большой смысл, и что она соответствует духу американской нации, который весь был построен на вот этом, так сказать, культе иммигрантов. Вот эта знаменитая история про плавильный котел, в котором переплавляются разные народы, чтобы получилась американская нация и так далее. И Трамп, выступая на этой конференции, говорил какие-то совершенно чудовищные вещи, и в частности сказал фразу, которая всех совершенно перепахала. Она дословно, вы уж извините, звучала следующим образом. Почему мы все терпим этих людей, приезжающих из этих сраных стран? Вот, по-моему, это единственный точный перевод, потому что он употребил слово «шит-холл», это дырка в сортире, это, так сказать, то, куда оно девается. По-русски мы в наших новостях где-то еще так нежно и аккуратно и деликатно говорим, по-моему, про какие-то грязные дыры или что-то в этом роде. Ну да, грязные дыры или просто дыры. Нет, это очень специфическая дыра, совершенно конкретная и определенная, о которой он сказал. Это, конечно, вызвало колоссальный резонанс, и огромное количество людей заявили о том, что они лично оскорблены, и вчера, скажем, по телевидению прошла в разных каналах, прошла целая огромная галерея людей, которые, комментируя это, все рассказывали про себя. Что мы, да, мы из этой страны, из таких стран. Я из Пуэрто-Рико, а я из Уганды, а я из Таиланда. Да, мы или Филиппин. Это мы, вот эти вот страны, о которых вы говорите. И люди говорили о том, что, конечно, Трампу и его соратникам очень важно было бы сейчас, оправдываясь, сделать вид, что он имел в виду экономическую сторону дела. Что это бедные страны, что это страны экономически неблагополучные. И тем более, что он там сказал, вот лучше бы из Норвегии приезжали. Ну да, Норвегия богатая страна, а вот эти все, значит, страны из этой дырки, они бедны. Нет. Огромное количество людей говорят сегодня Трампу и его команде, мы знаем, что речь не в экономике, а речь в расовой рознике. И эти страны из этой дырки, это черные страны, это цветные страны. И он таким образом возвращается к временам вот этой расовой дискриминации, которая в Соединенных Штатах считается временем позора. Вот. Это была очень большая история, она продолжается. Трамп сегодня с утра выстрелил целую огромную серию каких-то своих твитов, где опять, конечно, всех обвинил по лжи, сказал, что он совершенно не имел в виду, не употреблял таких слов. Ну, в общем, черт знает что. Не сказал, что вырвали из контекста, нет? Нет, не сказал, что вырвали из контекста, и более того, даже вот прямо не сказал, что этого не говорит. Он сказал, что да, я употреблял всякие, так сказать, резкие выражения, и дальше начал объяснять, что он при этом имел в виду. Вот. Но на самом деле эта вещь, ну, она такая, ну, скорее отражающая атмосферу, которая здесь происходит, атмосферу очень резкую, очень напряженную. Все ждут какого-то дальнейшего развития событий, все ждут того, какие еще обвинения будут против Трампа, потому что, ну, с одной стороны, есть эта вечная история с российскими хакерами и так далее, она достаточно серьезная, но она, конечно, развивается очень медленно, если не сказать, стоит на месте. Вот есть такого рода претензии, собственно, к отношению Трампа и к расовым меньшинствам, да и не совсем меньшинствам уже, а просто к разным людям с разным цветом кожи. И, конечно, будет еще много раз возвращена ему история с дискриминацией по половому признаку, и я абсолютно убежден, что вся вот эта вот огромная эпопея с обвинениями в приставаниях, домогательствах и так далее, ну, вот то, что мы знаем там по разным знаменитым актерам, голливудским продюсерам и так далее, и так далее, все это вернется еще в Белый дом, и все это будет использовано, несомненно, в качестве аргумента против Трампа, что вот у нас тут человек, который всегда объяснял, что можно хватать, значит, любую проходящую мимо девушку, сами понимаете, за что, а что же это мы как-то ему это разрешаем, а вот там, значит, голливудских актеров за это начинаем выгонять из знаменитых фильмов, в которых они играли. Так что все это вернется обратно. Вот. Еще один сюжет, который я должен затронуть, прежде чем я перейду к самому важному из американских сюжетов, о котором я хотел сегодня говорить, это история с переименованием куска улицы. Да, слушатели просят объяснить, и в том числе был вот вопрос, далеко ли находится площадь Сахарова или улица Сахарова от этого места, от площади Байденцова, которая вот-вот появится. Ну, я не знаю, как вам сказать, далеко или недалеко, площадь Сахарова и резиденция российского посла – это самый центр города. Это, ну, скажем, один километр, или, может быть, даже чуть-чуть меньше от Белого дома. А вот здание самого российского посольства, ну, это по российским масштабам, ну, я бы сказал, так как-то на уровне Третьего Кольца. Это уже такая периферия центра. Хотя это уже не очень далеко. Ну, несколько километров между этими зданиями, не знаю, там, 10 минут на машине, что-нибудь такое. Вот. Так вот, да, действительно, это решение состоялось, как и предполагалось. 9 января оно должно было быть рассмотрено и было рассмотрено, и единогласно это решение было принято. Речь идет о переименовании куска улицы, на которой находится посольство. Речь идет о символическом переименовании. Да, действительно. Можно при написании, скажем, писем пользоваться там и тем адресом, и другим, или обоими вместе. Там будут вывешены такие специальные таблички на всех углах вот этого вот куска улицы. Кстати, я хочу поправить здесь, пусть не обижается, Стас Белковский, который сказал в своей передаче только что, что каждая из этих табличек будет стоить 170 тысяч долларов. Нет-нет, она будет стоить 170 долларов. Без тысяч. Я присутствовал на этих слушаниях, и там выступал представитель дорожной администрации, который прям подробно эту смету изложил, сколько стоит эта табличка, сколько стоит на ней написать, стоит ее приведить к спалму 170 долларов штука. Недорогая вещь. Есть, конечно, совершенно отвратительная, к сожалению, история с комментарием российского МИДа. Еще до того, как раздались все эти глупости про симметричный ответ, я даже про это ничего говорить не буду. Это просто показывает, насколько легко наших разных политиков, включая, скажем, Пескова, включая Захарову, хотя, казалось бы, профессия этих людей заключается в том, чтобы сохранять хладнокровие, и чтобы сохранять какую-то дистанцию от событий, но насколько легко их, так сказать, вбить в истерику, и до какой стихии они теряют мозги при этом. Потому что они, конечно, наговорили каких-то адских глупостей по поводу симметричного ответа, по поводу того, что вот мы тоже вам какую-нибудь, значит, что-нибудь такое сделаем, хотя на самом деле ничего кроме благодарности испытывать к вашингтонским властям города Вашингтона мы, по-моему, не должны. Не так много действительно здесь в Вашингтоне, да и вообще в Соединенных Штатах не так много географических наименований, связанных с людьми из России. Прямо вот можно почитать их на пальцах. Вот еще одно, где признаются, так сказать, достоинства и заслуги замечательного человека Бориса Немцова. Но вместо этого послышались какие-то угрозы, какая-то пена пошла из них, как из бешеной собаки. Вот, но была еще одна реакция, ужасная, я тоже хочу о ней напомнить, когда МИД устами той же Захаровой стал говорить, что на самом деле это издевательство с Немцовым, потому что там будет ночлежка. Вот я публиковал, на этом участке улицы будет ночлежка для бомжей, сказала она. Я опубликовал этот проект, я его действительно нашел. Там строится, или там должен быть построен, там действительно есть такой свободный кусок улицы, одного дома не хватает, дома стоят довольно тесно, а вместо одного дырка. Вот в этой дырке предполагается построить, надо сказать, очень красивый административный комплекс, который будет заниматься помощью людям, оставшимся без крыши над головой, самым разным беженцам и так далее. И, знаете, я думаю, что огромное количество граждан России, обладающих какой-то номинальной крыши над головой, были бы рады пожить в таком месте и там поучить детей в таком месте, позаниматься спортом в таком месте, потому что там целый такой общественный комплекс, там и школы, и спортивные всякие сооружения и так далее. Не, ну если бы там даже была не такая красота, а если бы там была ночлежка для бомжей, то, собственно, чем бомжами люди, и что в этом плохого? И даже наоборот. Как только ты видишь этот проект, ты сразу понимаешь, что вот люди специально врут на эту тему. Ну, потому что, глядя на этот проект, можно употребить любое слово, но только не ночлежка. Ты видишь, до какой степени им хочется это обгадить. Ну вот, все в порядке. Уже есть этот адрес, и, по-моему, в течение месяца технически все это должно быть исполнено. И все это заработает. Да, поняли. Да, давай про санкции. Про санкции. У нас остается меньше 10 минут. Да, меньше 10 минут. К сожалению, а есть что сказать. Ну, близится 29 января. Это такая очень специальная дата, о которой, я думаю, очень многие помнят не только в Вашингтоне, но главным образом в Москве, Петербурге и других российских крупных городах. Это та дата, которая вот по закону, принятому в августе минувшего года, если помните, был принят закон о санкциях для защиты, вот так формально назывался, акт о санкциях для защиты Соединенных Штатов от их врагов. И там имеется приложение, где было сказано, что спустя определенное время после этого принятия, и тому получилось, 29 января, если посчитать от момента подписания Трампом этого закона, должен быть опубликован доклад, в котором должна быть раскрыта сеть, так сказать, ну, там это так не написано, это мой термин. Но давайте я его все-таки употреблю около путинской мачи. Людей, которые непосредственно связаны с Путиным, которые связаны там с его бизнесом, с его деньгами, которые поддерживают его, которые поддерживают разного рода его, так сказать, небюджетные осигнования и являются полугосударственными, владельцами полугосударственных структур или скрытой государственной структуры и так далее, и так далее. И речь идет в данном случае не об организациях, потому что до сих пор санкции были в основном направлены против разного рода организаций, хотя были и персональные санкции, но в меньшем количестве только против людей, которые так-то непосредственно связаны с теми обвинениями, которые выдвигались в Соединенных Штатах, скажем, в вмешательстве в выборы, там и так далее. Но здесь речь идет о конкретных физических людях и членах их семей, что очень важно, и их ближайшем окружении, каких-то их сотрудников и так далее. И это оценивается в несколько, возможно, даже десятков тысяч. В конечном итоге этот доклад должен производиться, обновляться регулярно, каждые полгода. Вот первый его вариант должен появиться 29 января. Совершенно очевидно, что 29 января мы не получим прямо список этих санкций. Мы получим список рекомендаций. И потом они еще будут долго рассматриваться разными инстанциями, какие-то будут утверждены, какие-то будут не утверждены. Но уже само попадание в этот список этих организаций, этих кандидатов, людей-кандидатов, будет означать для этих людей очень большие проблемы. Большие проблемы с их деньгами по всему миру, большие проблемы с их собственностью, с их передвижением и так далее. Потому что уже сейчас есть масса случаев, когда мы знаем, что такого рода персональные санкции трактуются расширительно. У меня есть знакомый, извините, пожалуйста, по фамилии Иванов. У него были большие проблемы с разными регистрациями, визами, платежами и так далее. Потому что ему говорят, извините, вы Иванов. А у нас есть тут один Иванов, правда, Сергей Борисович. И вот, понимаете, как-то вы должны проверить, не являетесь ли вы как-то членом его семьи или что-нибудь вроде этого. Вот. И есть целый ряд таких случаев, когда люди просто с похожими фамилиями уже оказывались с какими-то большими проблемами, потому что банку не хочется, так сказать, на свою голову иметь, там, банку или консульству, или, я не знаю, университету, или какому-то государственному учреждению, не хочется на свою голову иметь никаких претензий. Этим людям будет крайне нехорошо. И они этого очень боятся. И вот здесь, в Вашингтоне, это я уже слышу, вот людей очень компетентных, информированных, мне говорят, что происходит просто какая-то гигантская страда в сфере американского лоббизма. Ну, здесь вообще эта отрасль очень развитая, и есть масса организаций, которые совершенно формально, по строгим правилам, в соответствии со строгим законом, лоббируют те или иные правительственные или парламентские решения. Так сказать, контактируют с государственными чиновниками или членами Конгресса. И они получили огромное количество заказов на гигантские деньги с тем, чтобы вынуть из этих списков тех или иных конкретных людей. Происходит просто, ну, просто фестиваль этих заказов, и люди очень стараются. И видно, что паника велика. На этом фоне появилось очень важное событие буквально два дня тому назад. Сенатор Бен Кардин, это один из самых известных сенаторов-демократов, совершенно поразительных человек. Он 50 лет обладатель парламентского мандата. Он был сначала 20 лет конгрессменом в Конгрессе одного из штатов, Мэриленда, потом 20 лет членом Конгресса Соединенных Штатов, Палаты представителей, Нижней Палаты, а теперь еще 10 лет сенатором. Вот ему сейчас 74 года, он начал этот скорбный путь, когда ему было 24. 50 лет он заседает, это один из самых опытных парламентариев Соединенных Штатов. Он выпустил доклад, и его можно найти в интернете, просто погуглите сенатор Кардин доклад, он есть в английском варианте, во всяком случае, и вы его очень легко найдете. Огромный 200-страничный доклад, про который стали говорить, но в нем нет ничего нового. Это доклад о так называемых асимметричной агрессии. Кстати, большие проблемы у российской прессы случились со словом асимметричной. Примерно половина российских изданий написала это слово с двумя эс и одним эш. Да, с двумя агрессическими ошибками. Знаешь, мы уже должны прямо вот скоро заканчивать. Я скажу одну фразу, да, я скажу одну фразу, только, что действительно это по существу компиляция из известных публикаций в прессе, из хороших разных, так сказать, достойных авторов и достойных изданий, но там констатируется как политический факт. То, что до сих пор было, так сказать, предположениями очень многие важные вещи, например, то, что взрывы 99-го года в Москве, в Уинакске и в Волгодонске были частью избирательной кампании Путина. Ух ты, это далеко опасно. Это часть политических обстоятельств. То же самое деятельность Путина там в Европе, Франции, Германии. Давай, давай мы продолжим. Будем говорить про этот доклад. Может быть, через неделю, может быть, позже. Да, это Сергей Пархоменко в программе «Суть событий». Спасибо, пока. Наболело и накипело? Заходи на наш сайт echo.msk.ru и выскажись по полной. Московские старости. В Петроградских церквах вчера прошли панихиды по убитым во время севастопольского террора адмиралом и офицером Черноморского флота. На панихиде в Морском соборе присутствовало много родственников убитых и обдавевших жен. С 16 по 19 декабря Севастополь пережил кошмарные дни массового убийства офицеров. По сведениям московских газет убито 62 офицера, в том числе бывший начальник порта адмирал Норивский, контр-адмирал Васильковский, адмирал Постяков, бывший председатель морского суда, адмирал Кентридс и много других высших чинов. Группы матросов бродили по городу, вылавливали офицеров и арестовывали.